Это Гродненко Татьяна Воронина. Она инженер-электрик. А это ее первая персональная выставка. Совсем не творческая специальность не помешала женщине с головой окунуться в творчество. Конечно, это не все работы. Какая-то небольшая часть, которая смогла уместиться в этот павильон. И работы самых разных направлений. Я, конечно, пыталась что-то подобрать, скомпоновать, чтобы не сильно пестро, было не сильно ярко. В основном это будут пейзажи, пару натюрмортов, портреты, море, горы, наша родная Беларусь, наши деревеньки, леса, озера. И мои любимые две работы – это ангелы-хранители. Всего в экспозиции под названием «Чувства на холсте» Татьяна объединила около 40 своих работ. Чувства радости, счастья, любви. Вот у меня практически все светлые чувства. Вот таких грустных, минорных, их практически здесь нет. Это все какие-то воспоминания детства. Это что-то такое, связанное с родителями, с любовью мамы, когда она любит тебя и бережет. В детстве Татьяна занималась в художественной школе, но по-настоящему полюбила изобразительное искусство уже в зрелом возрасте, когда попала в студию к талантливому педагогу и художнику Александру Василевичу. Это преподаватель от Бога. Он настолько хорошо ведет, он настолько знает, как подойти к человеку, с какой стороны дать ему то, что именно ему в этот момент нужно. Но он не всегда охвалит. И вот этот результат того, что я достигла, это только благодаря ему, благодаря тому, что он меня понимает, что он меня двигает, он в нужном направлении дает толчок. Про Татьяну Воронину можно много чего говорить. Но самое главное – это ее трудоспособность и творческая вот эта вот жилка, потому что она чувствует и слушает, в отличие от многих учеников, что ты хочешь ей донести. Она понимает это и быстро исправляет. В студии изобразительного искусства Татьяна занимается уже на протяжении семи лет. Она – первая ученица, у которой состоялась персональная выставка. И это важное событие не только для автора, но и для всех студийцев. Столько у нее сил, энергии, желания, столько картин. Я не знаю, когда она их пишет, кроме того, что мы вместе занимаемся. У всех как бы намного меньше картин. И это здорово. На открытие выставки пришли также самые родные и близкие – муж и дети. А еще члены Народного любительского объединения «Городенский колорит», в котором автор выставки тоже состоит. Познакомиться с творчеством Татьяны Ворониной можно в Центре ремесел наследия. Экспозиция продолжит свою работу до 3 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok